Зверопой 2 Мы перепели более 30 всемирно известных композиций Критики уже назвали Зверопой 2 лучшим семейным мультфильмом года Я мечтала выступить в Раджер-Сити с самого детства Посмотрели первую часть, какие ожидания от мультфильма? Первую часть буквально недавно пересматривал, очень сильно кайфанул с нее И вот хочется со второй части именно точно такие же ощущения получить Потому что мультик мега крутой И очень сильно не хочется, чтобы планка была понижена Мы ждем, что он будет очень добрый, душевный, теплый Поучительный для детей, самое главное Да, да, первая часть именно такая И мы рассчитываем, что вторая будет еще круче Очень любим, очень музыкально, очень все круто, очень яркие персонажи Сегодня ожидаем именно этого же Позитива хочется, позитива Да, увидеть своих уже полюбившихся героев, познакомиться с новыми Ну и конечно море крутой музыки хотим Я знаю, что первую часть озвучивал мой любимый актер Мэти МакКонахи И было бы круто, если бы и эту часть тоже он озвучил Ну и вообще там все известные актеры это все озвучивали Вот, я думаю, что у нас тоже какие-то аналоги наши российские будут Вот, поэтому я думаю, это будет клевая песня с хорошими голосами Первая часть очень понравилась, мне понравилась Горилла А тебе понравился? Бык Бык И поэтому в этот раз мы ждем то, что вторая часть, как всегда, нас впечатлит И оставит такие же красочные эмоции, как и сам мультфильм Очень любим этот мультик Надеюсь, что вторая не будет хуже первой Поэтому будем поддерживать артистку Юлию Зиверн Которая озвучивает новую героиню в этом мультике Расскажите ожидания от мультфильма Привет, я смотрела первую часть, очень классный, красочный мультфильм И он мне очень понравился, сюжет крутой И я думаю, что вторая часть будет не хуже, а как минимум лучше Вы же видели, что творится за окном, скажем так, серое небо, мокрый снег с дождем Хочется какого-то позитива, света, тепла У меня очень хорошее предчувствие, что во второй части Зверопоя будет все в два раза масштабнее И в два раза музыкальнее и круче Мне кажется, будет очень интересно, будет весело, будет классная музыка Я смотрела первую часть, вот, она мне понравилась Ну, в этот раз тут должно быть действительно лучше Хочу, чтобы было так же весело У меня ожидание, что это будет светлое, доброе, чистое, позитивное кино Которое доставит много моря удовольствия как мне, так и моему сыну Коала, Бастер Мун и его команда решают брать новые вершины, но терпят неудачу и решают соврать, что знакомы с львом рок-легендой Клейм Кэллоэем, что приводит продюсеров в полный восторг Они обещают открыть путь к сцене забавным артистам, если те приведут певца, которого никто не видел 15 лет Хватит! Мне нужны реально большие идеи! Эй, у меня реально большие! С самим Кэллоуэем! Ты что, знаешь Кэллоуэя? На что вы готовы ради славы и денег? Я не знаю, да ни на что на самом деле, на самые простые вещи, просто работать для этого и все То есть на что-то экстраординарное я не готов Мне кажется, актеры, актрисы готовы вообще почти на все, что угодно ради славы и денег Ни на что сверхъестественное Ну да, это просто... Это не приоритет Да, полностью согласна Выступать в балетной пачке подойдет такой вариант? Я готов Если бы сказали ради семьи, я бы сказал на любой А ради денег, деньги это всего лишь элемент, счастье Главный герой разорился и готов на все, чтобы вернуть свое состояние А у вас была такая ситуация, когда не было совсем денег и что вы делали? Да, такая ситуация была Она происходит довольно-таки часто, потому что мы их деньги вкладываем в работу, в бизнес Просто не сдаемся, хотим жить лучше, стремимся, зарабатываем, работаем, не покладая рук Меньше спим и трудимся, идем к своей цели Ох, боюсь, что еще предстоит, в такое время живем Что я делала? Ждала, когда появится Работала Как у любого приличного человека, меня не раз обманывали Я не раз оставалась без денег Это норма для любого нормального, честного человека, конечно Много было таких ситуаций, когда либо пан, либо пропал То есть, либо нажимаешь на кнопку и получаешь все, но можешь проиграть и не получить ничего, лишиться всего Да, были такие ситуации, но мы всегда рискованные, в принципе, рисковые люди Да, поэтому мы всегда за такой кипиш За движняк Выкручивались абсолютно разными способами Вплоть до того, что ты сидишь на каких-то шоу, хлопаешь в ладоши для того, чтобы заработать хоть какую-то копеечку Звонишь маме и говоришь Мам, пожалуйста, сделай что-нибудь с моей карточкой, нанять мне денег, что мне делать? У всех бывают такие ситуации, что трудиться нужно Трудиться, взять себя в руки, не расстраиваться и снова идти в бой Просто есть несколько видов людей, кто-то сдается и все Для кого-то это мотивация Да, для кого-то мотивация И поэтому мы, как в этом мультике, не сдаемся и двигаемся всегда вперед Эти ситуации созданы для того, чтобы мы вставали на ноги и пытались их как-то снова заработать Бюджет первой части «Зверопоезд» составил 75 миллионов долларов В мировом прокате картина собрала сумму почти в 10 раз больше затрат на производство Серьезная заявка на успех Накануне премьера второй главы Критики строят предположения, сможет ли она повторить успех В российском прокате для привлечения внимания даже пригласили озвучивать нового персонажа, популярную певицу Зиверт Можно я? Нет Главный герой в сравнении с современным шоу-бизнесом А вы можете кого-нибудь сравнить с популярной личностью? Кто там у нас в этих, в кожанках? Ну, наверное, это я Я в воду главного горилла и все Ну, горилла похож на Бруно Масса Бруно Масса, безусловно Прям бруник и прям точка Маленький на цикала Какая звезда могла бы стать персонажем мультика? Мне кажется, Гарик Бульдог Харламов мог бы стать персонажем мультика Бурунов, мне кажется, мог бы стать персонажем мультика Иосиф Пригожин Главный герой попадает в нелепые ситуации Бывало ли с вами такое? Да, они сплошь и рядом Я сейчас пока шел сюда к вам, навернулся в лужу какой-то Ну, вроде чистенький, вроде отмылся, все нормально Ну, например, доминика Джокера очень часто называют какими-то другими именами Например, земляник Джокер Джонни Джанго один раз даже было Нет, земляник Джокер в этом плане лидирует Что было в голове у этой женщины Не знаю, земляник Джокер Я и неловкие ситуации Это вот стиль моей жизни Но я бы не сказала, что они прям неловкие Они очень неожиданные Разные трудности, фейлы бывают Но ничего, так же жизнь интересная и насыщенная Были у вас неловкие ситуации? Как и у любого человека, думаю, да Ну, когда, я не знаю, ну да, что-то же происходит Ты там можешь в детстве что-то шальное сделать и тебе неловко Можно во взрослой жизни где-то что-то ляпнуть Внезапно кого-то обидеть Это все неловкие ситуации Я когда-то пришла в магазин Думала, что я, ну, все свои сбережения взял и куплю И мы хотели с друзьями пойти погулять и поесть чипсы Я выворачиваю карман, у меня там ничего нету Я их забыл в коридоре мутинь Хочу их угостить, да? Да Не, ну, моя самая нелепая ситуация Это когда мне было, наверное, лет 14 Когда я просто дважды упала на сцене Дважды В юбке Ногами вверх Это просто был ужас Потом у нас были еще другие номера в этом концерте Мне пришлось переделать прическу Но все поняли все равно, что это я И потом каждый просто, кто выходил из зала Вся нелепая ситуация именно в этом Что каждый к тебе подходил и говорил Кать, как классно вообще Вот прям настроение подняла Ну, даже сегодня была какая-то нелепая ситуация Я одел новую футболку, съел кусок пирога И сразу же испачкался А с кем не бывало, конечно Я же всю жизнь лохом был У меня этих неловких ситуаций куча Благодаря главным героям мы понимаем то, что выход есть всегда А с помощью хороших друзей и оптимистичного настроения Можно выйти из любой ситуации Ну а с вами были ТВ Детки Ставьте лайк и подписывайтесь на наш ютуб канал Оставайтесь в курсе самых интересных событий Всем пока-пока!